Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Ученые создают наноструктуры из диоксида кремния с помощью сложного 3D принтера. Их метод основан на печати микромасштабных электронных, механических и фотонных устройств снизу вверх. Продукты могут быть легированы, а их кристаллическая структура настроена для различных применений, очень сложно создавать сложные трехмерные геометрии с помощью традиционных методов фотолитографии, сказал Джун Лу, профессор материаловедения и наноинженерии инженерной школы Джорджа Р. Брауна, это также не очень «зеленый» метод, потому что для него требуется много химикатов и несколько этапов. И даже при выполнении всех требований, некоторые конструкции невозможно построить с помощью этих методов, наноинженеры из университета Райса научились создавать произвольные трехмерные формы, что может быть полезно для создания экзотических фотонных устройств. В лаборатории используется процесс двухфотонной полимеризации для печати структур с линиями шириной всего несколько сотен нанометров, что меньше длины волны света. Лазеры, пишут, линии, побуждая чернила поглощать два фотона, инициируя свободно-радикальную полимеризацию материала, нормальная полимеризация включает в себя полимерные мономеры и фотоинициаторы, молекулы, которые поглощают свет и генерируют свободные радикалы, рассказал о процессе, в котором обычно используется ультрафиолетовый свет в 3D-печати. Аспирант Баюджан, в нашем процессе фотоинициаторы поглощают два фотона одновременно, что требует много энергии, сказал он. Только очень маленький пик этой энергии вызывает полимеризацию и только в очень крошечном пространстве. Поэтому этот процесс позволяет нам выйти за пределы дифракционного предела света, для реализации этого метода печати потребовалось разработать уникальные чернила. Наноинженеры создали смолы, содержащие наносферы диоксида кремния, легированные полиэтиленгликолем, чтобы сделать их растворимыми. После печати структура затвердевает за счет высокотемпературного спекания, при котором из продукта удаляется весь полимер. Остается только аморфное стекло или поликристаллический крестобалит. Следующая цель лаборатории – усовершенствовать процесс для достижения разрешения менее 10 нанометров читать далее. Хакинг был прав, но иногда ошибался. Самые смелые идеи ученого-астрономы выяснили, что Земля и Солнечная система находятся в гигантском магнитном туннеле замерзший мамонт и человек в асфальте, как природа останавливает время. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.